Тридцать лет назад произошла трагедия. Наши боевые товарищи после выполнения боевой задачи готовились вернуться в пункт постоянной дислокации. К сожалению, данная трагедия унесла 57 жизней, из них 48 наших однополчан. Я хочу заверить родителей, хочу заверить ветеранов, что эта рана до сих пор не заживает. Мы чтим память о погибших, мы учим на этом примере подрастающие поколения. Мы учим командиров всех звеньев выполнять любые задачи, любой сложности без потерь, чтобы те солдаты, сержанты, которые были призваны, вернулись в установленное время домой, в установленные сроки живыми, здоровыми к родителям, к своей семье, к женам и к детям. Вечная память погибших. Спасибо. Вы знаете, 30 лет это дата, когда итоги подводить давно подведены. Это день для того, чтобы еще раз подтвердить подвиг наших с вами однополчан, еще раз объединить, правильно ли мы провели расследование и нашли причины этой трагедии, пообщаться, поделиться, как прожили эти 30 лет, и правильно ли мы идем дальше в этом направлении. Вы знаете, конечно, главными участниками этой трагедии были родители наших солдат, жены и дети офицеров, и прапорщиков, десантников и летчиков. Но командиры, которые приедут на себя вот этот удар, они тоже, как и родители, до сих пор помнят эту трагедию. Вот я на свой, по своему примеру вам скажу, до сих пор 30 лет прошло, и только возникает ситуация, не только связанная с годовщиной, но и с авиационной катастрофой, или с событием, связанным с гибелью, массовым подвигом нашей, ну, допустим, 6-я пророчественная рота. Ведь подвиг 8-й роты, он практически, 8-й роты, он же практически, ну, созвучен с подвигом 6-й роты Псковской дивизии. Просто там они не выполняли задачи уже в горах, а личный состав 8-й роты, выполнив боевую задачу, в горячей точке возвращался к себе домой, тем больнее эта трагедия. За 30 лет я побывал раз 10 в Азербайджане, и раз 15 в Армении, в разных эпостасиях, и в составе миротворческих формирований, и в составе общественных делегаций, и лично сам. Вы знаете, конечно, тяжелый, сложный мир между двумя этими народами, между двумя этими странами, но, тем не менее, он худой на мир. И этот мир, в том числе, благодаря действиям, подвигу 8-й пророчественной роты 217-го полка. И это надо помнить всегда. И говорить о том, что наши с вами подчиненные этот подвиг совершили. Никак и иначе. Вы знаете, прошло 30 лет, и современные технологии до сих пор не научились бороться с этим серьезным противником самолета на взлете. Не надо далеко ходить. Летом этого года в такой ситуации два летчика, ну, настоящие герои, сумели посадить самолет на кукурузное поле. Но уже другие были двигатели. Другие двигатели. И если бы двигатель такого уровня был, может быть, на самолете, который пилотировал в гвардии полковник Калмыков, это был АС, это лучший летчик военно-транспортной авиации. Может быть, он и посадил. Но, тем не менее, эта проблема существует. Я не оправдываю гибель личного состава этим рассказом о технологических проблемах. Но все-таки она есть. Сегодня не только день скорби, сегодня день памяти героев. Я лично знал гвардии полковника Калмыкова Александра Николаевича, я вместе с ним сидел за одной партой, я вместе с ним дружил. Умнейший человек. Медаль за техническое училище. Медаль за летное училище. Медаль золотая за академию. И гибель. Тоже геройская. Я не буду много говорить. Чудесно сказал генерал-полковник Востротин. Благодаря вот вам, десанту, были сохранены тысячи жизней, когда оголтелые националисты попытались что-то там произвести. Мне самому приходилось там бывать. И когда мы с генералом Лебедь очередную группу десантников туда перебрасывали, наш самолет обстреляли. Ну, сев на землю, мы быстренько успокоили. Лебедь в этом деле был очень решительный. А сегодня я хотел вам прочитать несколько строчек, которые родились у меня буквально вчера вечером. И помнит Баку возрожденный, и помнит Каспий седой, как десант уходил под воду с гордо поднятой головой. Обнявшись в кабине, как братья смотрели смертью в лицо, свою задачу исполнив, они уходили на дно. Но остался навечно на фото в небе горящий крест. То уходила рота в рай от своих невест. Судьбы свои и жизни отдали за мир, за людей. Так будьте же их достойны, героев России своей. Честь имею. Друзья, уважаемые воины-десантники, уважаемые родители. 8 октября 1989 года, день, который унес жизни мужчин, защищавший нашу Родину. Офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты 8-й парашютно-десантной роты 217-го парашютно-десантного полка до конца выполнили свой долг перед Родиной. Благодаря их усилиям, боевой выучке, в течение трех лет сдерживался межэтнический конфликт за Кавказией. Не было массовых убийств, грабежей, беженцев и разоренных домов. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Я хотел бы немножко отвлечься от официальных слов и сказать несколько слов от себя, от гражданского человека. Что такое 30 лет? 30 лет – это своя жизнь. В тот день я, наверное, был ровесником этих ребят. Практически все они были моими одногодками. 30 лет. За 30 лет мы на гражданке. Воспитали детей. У многих у нас есть инуки. Этим ребятам, к сожалению, этого не удалось. Так служилась их судьба. Трагически оборвала жизнь. Мы должны помнить, что во имя того, что мы сейчас живем, во имя того, что мы сейчас можем, мы должны помнить их. Слава ребятам, слава погибшим героям, слава десантам москвам. Спасибо. Уважаемые товарищи офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, уважаемые родственники и ветераны, молодое поколение, которое присутствует здесь. 30 лет назад внезапно при выполнении боевых задач оборвалась жизнь наших однополчан. Тех, кто в настоящее время бы уже имели и сыновей, и внуков. Все те, кто выполнил свой долг до конца, спасли ситуацию, которая сложилась на Кавказе, приняли участие в данных мероприятиях, событиях. Но есть такая традиция, наша русская традиция, традиция воздушно-десантных войск. Никогда никого не забывать, чтить память тех, кто до конца выполнил свой долг, тех, кто сложил свои головы за Родину, за нашу с вами спокойную жизнь. От имени командующего и военного совета воздушно-десантных войск, от всего командования ВДВ, от себя лично. Хочу сказать глубокие слова уважения, признания тем людям, кто это сделал. желаю всем однополчанам, ветеранам, родственникам, молодому поколению нашему здоровья, всяческого благополучия, успехов в своей деятельности и продолжать дело наших ребят. Спасибо. Дорогие ребята, уважаемые начальники, командиры, вот прошло 30 лет, много лет или мало, говорят, что время лечит человека. Поверьте мне, что время 30 лет не излечило. Мы все помним, что произошло в тот трагический день. В тот трагический день. Извините, пожалуйста, я волнуюсь. Я хочу сказать спасибо большое командирам вашей дивизии, которые не забывают наших ребят. Не забывают. Спасибо вам большое. А вы, воины, которые защищают нашу страну, будьте здоровы, и охраняйте, пожалуйста, нас. И будьте здоровы и счастливы. Всего вам доброго, всего хорошего. Добрый день, дорогие присутствующие, друзья. В народе говорят, сыну-другу узнаешь только после того, когда его потеряешь. Кто-то из нас потерял сына, брата, близкого человека. У кого-то из ребят была своя родина, которая называлась Советским Союзом, единство которой они защищали. Прошло уже немало времени со дня трагедии. Кого-то похоронили в Ухте, Краснодаре, Туркменистане, Узбекистане, Чечне, Болграде. Но все они находятся здесь, в родном полку. Память о них всегда останется в наших сердцах, где бы они ни находились. Свой долг они выполнят до конца. Солдат, погибший при выполнении воинского долга, достоин особого уважения нации. И его последняя обитель должна быть достойной принесенная им жертвой. Отношение к погибшим воинам один из главных показателей, являющимся влияющимся на моральное здоровье нашего народа. Доказательством того, я вам могу привести маленький пример. Пять лет назад у нас в Белгородской области проводились командные штабные учения, на которых присутствовали Шаманов, Валерий Александрович Востротин. Я, взяв фотографию, подошел к Валерию Александровичу, показал фотографии наших всех ребят. И я очень удивился, когда он спустя пять лет пять человек прям назвал по фамилиям. Это говорит о том, что ребят помнят. И все они, наверное, там, в голубой синеве, говорят спасибо, что они забыли. Их имена навечно останутся в списках части и в наших сердцах. И когда видишь парад 9 мая на Красной площади, где наши ребята маршируют, с гордостью наполняется сердце. И день 2 августа, который мы свято чтим, всегда мы отмечаем с гордостью, честью. Всего хорошего. И мать 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 и Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ